приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут анжелика в этом видео я решила с вами познакомиться поближе лицом к лицу как говорят хочу немного рассказать о себе если вам будет приятно послушать оставайтесь со мной в этом видео я ничего не буду вам показывать то что связано то что моими руками связано и показано допустим вам видео как обычно я показываю этими вы видите сюда мои руки поэтому в этом видео будет только немного разговорный такой жанр расскажу немножко себе мы живем в санкт-петербурге до этого жили в разных городах жили на дальнем востоке и в сибири немного родилась я в молдавской сср мне 45 лет на данный момент сюда в питер приехали для того чтобы учить своего ребенка в институте на данный момент она закончила этот институт и ну пока мы проживаем в этом городе если у нас все получится мы останемся здесь жить если нет то будем тоже переезжать город хорошие люди хорошие мне здесь очень нравится за исключением конечно погоды потому что мы привыкли жить более теплых краях поэтому погода немножко нас разочаровывает сейчас даже несмотря какой это город по всей россии сейчас лето не очень важно поэтому приходится мириться с таким холодным летом девочки спрашивают мне в комментариях какими видами рукоделия я еще занимаюсь я занималась своей жизни большим количеством рукоделия ну сейчас конечно все не вспомнишь и были виды рукоделия которые были немножко ознакомительные но они не затягивали меня так сильно как другие виды рукоделия это было и макраме и лепка цветов холодный фарфор из полимеров вот витраж немножко увлекалась я рисовала так как у меня нет такого таланта к рисованию я всегда мечтала этому научиться и попытки всегда были потом я вышивала немного это те виды рукоделия которые занимали в моей жизни очень маленькие такие периоды а в основном я шила сколько я помню со школы и вязала вязала спицами и крючком поэтому шитье и вязание спицами и крючком а это более такие ну и вышивка более-менее тоже занимала такой продолжительный период потому что материалов по вышивке и разных всяких запасов у меня тоже больше по этому виду рукоделия чем допустим по лепке цветов или по макраме макраме я вообще как бы изучила его и все больше не нужно было этим увлекаться мне но что там можно особо как бы выполнить такого интересного поэтому это был только ознакомительный такой курс шью я не очень профессионально но шью довольно таки хорошо так как рукоделие это занимает очень такое по месту масштабность такую большую занимает поэтому это нужно разложите машинку и очень много ниток и должно быть место рабочее побольше для выкройки естественно должен был быть рабочий стол поэтому этим видом рукоделия занимаюсь изредка когда мне нужно по мере надобности что-то прострочить вышивка люблю вышивать но на данный момент чуть чуть меньше вышиваю потому что зрение немножко подводит вышивание все-таки это очень мелкая работа и хочется за ним присидеть как можно больше часов а на самом деле глаза устают ты этого не понимаешь и все сидишь и вышиваешь поэтому я стараюсь сейчас немножко меньше вышивать чтобы не напрягать так глаза ну и в последнее время как по моим видео увидите что я вижу больше чем все остальное периодически я рисую по номерам и какие-то раскраски это можно сказать детский вид творчества но мне это интересно какие получаются результаты причем это не часто это такие мои маленькие отдыхалочки мозаику недавно я выкладывала показывала видео кому интересно пройдите по каналу есть все работы мои я показывала сейчас периодически я рисую меня есть одна работа она состоит из четырех частей конечно когда будет готов результат я покажу полностью вот так вот выглядит одна часть осталось буквально немного это я все рисую я одеваю очки и при помощи лупы потому что здесь очень 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 мелкие детали такой как бы на кухню из четырех частей натюрморт который можно составить в одной рамке в четырех частях и расположить на стенке в разных в разных композициях вот это мои такие маленькие отдыхалочки когда у меня нет настроения вдохновение ничего я могу послушать какую-нибудь научную передачку и просто не смотреть никуда и рисовать это такие маленькие мои отдыхалки так в основном как бы я вижу ну что еще можно рассказать спрашивали меня кем я работаю я работаю стилистом салоне красоты моя работа связана в сфере обслуживания я делаю всех дам и мужчин красивыми поэтому моя работа связана с волосами и поэтому для меня волос это такой же материал как и пряжа каждый клиент своеобразный вот и также я всегда сравниваю что нет плохих мастеров есть просто мастер который не знает некие техники как их применить для любого типа волос поэтому не бывает плохих я такую провожу параллель не бывает плохих мастериц рукодельниц которые не могут допустим совладать какой-либо пряжи просто нужно иметь опыт и навыки для того чтобы любую пряжу выполнить качественное изделие цветы пряжи и так далее ну какой у меня стаж работа стаж рукодельный у меня девочки спрашивали я вижу очень давно вот если бы знать я бы отметила что начинаю с пятого класса вязать конечно я начинала вязать потихоньку училась всему большому количеству тому чему я умею меня учила и привила любовь к рукоделю это моя бабушка и потом за ней и мама потому что мама у меня шьет хорошо она меня тоже очень учила хорошо вот показывала мне все что нужно я хорошо умею шить при помощи навыков которые преподнесла мне мама бабушка именно привела мне полностью любовь к рукоделю так как она своей жизни за всю жизнь что я видела что выходила из ее рук это были замечательные работы как и ткацкие работы и прялка у нее в руках просто шерсти у нее были овцы то есть вся любовь к вязанию и любовь к пряже это все от бабушки она и вышивала очень красиво и то есть все что в жизни как она мне говорила все что в жизни сделано любую вещь которую ты берешь в руки эта вещь создана человеком человеческими руками и человек ее может либо повторить либо выполнить еще лучше поэтому не нужно ничего бояться нужно брать себе поставить цель и эту работу выполнить выполнить хорошо и еще даже лучше поэтому эту любовь мне прививала бабушка и моя мама поэтому я им очень благодарна за это но параллельно я в школе закончила курсы как-то я очень давно говорила в своих видео курс по вязанию спицами крючок это я уже самостоятельно выучила так вообще спицы естественно я владел ими самого маленького возраста и плюс параллельно еще были курсы курсы были очень фундаментальные информативные очень большой блок знаний был дан на этих курсах то есть связать от купальника до самого большого изделия то есть пальто с подкладами со всеми выкройками расчетами лекалами и так далее так как в школе я начинала когда вязать я по миллион раз распускала я могла связать изделие спинку приложить и посмотреть что она большая распустить опять заново связать перед или там рукава мне не подходил я опять все распускала естественно глядя на это моя мама говорила какой титанический труд тебе не жалко твоего труда ты распускаешь я просто-напросто не знала как рассчитать правильно чтобы это подходило я вот этих азов не знала и в доме конечно тогда были одни спицы пряжа непонятно откуда покупалась был такой дефицит если ползета пряжа то есть это просто находка была многие сейчас не понимают как это так не было пряжи и не было спиц вот и я просто не знала таких вещей что номер спиц должен соответствовать пряжи и так далее вот именно на этих курсах нас научили как правильно рассчитывать какие способы есть какие номера спиц какая пряжа должна быть что не из каждой пряжи ты можешь связать то изделие который ты задумал это нужно с опытом это все приходит это нужно нарабатывать естественно поэтому эти курсы были для меня очень такими полезными и много информации я познала и благодаря вот этим курсом я потом у меня уже опыт я вот еще больше наработала себе этот опыт естественно благодаря правильным расчетам и правильному выбору пряжи спиц естественно уже стали получаться изделия те которые мне нравились и мне не стыдно одеть люди как говорят показать обществу эту вещи некоторые даже не подозревают что эта вещь связана своими руками потому что если нацепить все ярлыки лыбочки то никто не скажет что эта вещь связана она куплена потому что производитель тоже сейчас старается вещи делать такими хорошими эксклюзивными именно те хорошие дорогие вещи которые трикотажные являются вот поэтому в принципе я стремлюсь к тому чтобы вязаная вещь она не отличалась от производственной хотя все равно а человек который понимает о вязании он естественно конечно он увидит что эти петельки связаны вручную а не машинкой вязальной вот в свое время мы дома у меня есть не здесь в питере а дома есть вязальная машинка она современная подключается к компьютеру с программным мы как-то пытались разобраться и как-то даже вязали некоторые вещи но почему-то я больше всего всего люблю вязать спицами для меня это как-то не знаю это какой-то процесс который более загадочный и более интересен я думаю что вещи которые связаны руками они имеют все равно другую энергетику чем связано полотно на машинке даже если допустим это кардиган и лицевая спинка и она связана на машинке да это круто это быстро но это ровненько но все равно это как-то я не могу подобрать сейчас слово которое будет уместно но это все равно не то вечер связанная руками она все равно несет себе совершенно другое вот по большему счету практически все ничего такого интересного нет вы задавайте вопросы я конечно это видео спонтанно снимаю не готовилась абсолютно не писала на листочке какие вопросы и мне спрашивали как и ответить и какие вам вообще видео нравится какого формата девочки пишут что было бы интересно снимать и смотреть видео о процессах конечно если у меня было бы их очень много я стараюсь всегда ну максимум три три или четыре процесса и то это смотря какой процесс может быть один может быть крохотным один большой огромный у меня есть желтый свитерок которые с аранами просто усыпан весь аранами он я его считаю не сложным я его сейчас называю золотым потому что я его очень люблю вязать и я специально притормаживаю этот процесс и я не хочу его быстро связать вот как ни странно но у меня появилось такое вот ощущение что я вижу по несколько рядов и просто получаю такое приятное ощущение от этого и я хочу чтобы я его вязала вот как можно дольше тактильно мне нравится и я не хочу его быстро специально закончить вот и два процесса которые я вот начала у меня сейчас это тот летний джемпер цвет амарант я считаю что такие видео которые будут показываться по три-четыре ряда будут неинтересны не уместны и вы сами понимаете что ну что интересного кто первый раз зашел на канал да может быть кто-то заинтересуется цветом или процессом или будут спрашивать узор и тогда да но девчонки которые постоянно меня смотрят я думаю что не будет интересно каждые два-три ряда смотреть я люблю показывать процесс когда вот вещь уже готова можно посмотреть по силуэту как понравилась вещь как она лежит и вообще я считаю что вещь которая которая связана постирана три-четыре раза носится и смотрится пряжа как себя ведет если она изумительная и хороша тогда можно сказать что вот этот процесс мне нравится на все 10 баллов и мне хочется вот еще повторять из этой пряжи поэтому в принципе даже по образцу нельзя сказать что пряжа изумительная потому что всегда показатель это носка как ведет себя пряжа в носке поэтому процессы вот именно видео о таких процессах промежуточных промежуточных я не знаю если у меня будут допустим очень интересные какие-то моменты я буду снимать промежуточные но я все-таки буду стараться снимать целостное изделие я думаю это интересно и по поводу того что у меня процессов немного потому что у меня всегда такая идея и мысль я загораю с одним процессом у меня вся энергия идет именно все все полностью все мое желание идет на изготовление этого процесса и если я начинаю еще один еще другой хотя я вижу я понимаю что у меня еще одна какая-то идея возникла мне хочется очень начать вот другой процесс и я понимаю что я буду распыляет сейчас всю свою энергию меня вот этот процесс потом будет в тягость я стараюсь быстро закончить один процесс для того чтобы потом с таким же вдохновением взяться за другой процесс поэтому я не накапливаю я вот когда вижу и слышу девочек что они по 15 процессов набирают и потом думают что вот надо этот довязать процесс что вот он там превратился в долгострой я вообще не понимаю долгострой потому что как бы должен быть процесс который люблю который хочу и вот я уже заканчиваю ну вот я так как бы для себя такие поставила пункт для процессов поэтому в принципе стараюсь закончить процесс который я начала а потом уже если у меня бывает такое что у меня на работе лежит один процесс который мне например не надо затумываться я за полчаса могу сесть там два рядочка связать вот есть процессы которые требуют очень большого внимания к схеме к узору чтобы не было ошибок естественно я такие процессы у меня тоже допустим один я его повязываю когда мне надо очень сосредоточиться ну для мозгов такая тренировка ну практически я рассказала немного но хочется конечно с вами вот так вот поболтать но я знаю что многие девочки не любят такие болталки потому что им хочется узнать много информации о вязании и так далее я люблю показывать вам то что я умею и помогать девочкам которые ну я называю такую категорию девчонок не обижайтесь начинающие начинающие как-то мне не очень нравится те которые купили вчера спицы и загорелись и хотят что-то связать я таких людей очень приветствую и рада помочь потому что в наш период в мой период жизни когда не было спиц книг и все пряжи и вообще инструментов то естественно любая информация была как находка поэтому я только рада помочь таким людям и мне очень нравится эта тенденция что молодые девочки подростки и взрослые и неважно какого возраста сейчас женский пол старается вот вязать и рукодельничать потому что это наше наша натура женская вот и она проявляется вот и мне очень радостно что вот такой порыв рукоделью неважно что это пусть это будут крыжева крючок спицы вот девочки хотят своего вот исконное женское показывать и это правильно вот и я только рада помогать девочкам иногда бывает видео у меня я повторяю очень много допустим когда схему показывают петли некоторые пишут мне очень много болтовни но я понимаю у каждого уровень разный и если ты ученик десятого класса тебе конечно не будет интересная информация первоклассника а тот кто в первом классе он будет слушать прямо вот внимательно поэтому снимаю видео и показываю в основном для девочек которые учатся я только рада этому помогать и мне приятно когда девчонки пишут что у меня получилось я только за меня сразу вдохновляет это я хочу еще больше помогать девчонок а для тех кто уже ас в своем вакоделе вязание в основном смотрят видео и нравится модель не нравится модель вот такого плана поэтому так можно полистать журнал или просто посидеть в интернете полистать пишите какого формата еще хотелось бы видео посмотреть мне конечно удобнее вам показывать все на столе потому что вот таким образом как вы сейчас видите это нужно настраивать все у меня на рабочем месте не всегда такой порядок у меня здесь рабочая обстановка поэтому у меня везде все лежит все это нужно компоновать и это более-менее сложно снимая девочки вот так вот лицом к лицу понимают что это нужно все настроить вот это по времени занимает больше за этот период можно связать очень многое может быть кому-то интересно болталки когда вяжется изделие и отвечать на вопросы кому-то нравится такой формат пишите я может быть пару таких поснимаю и планирую еще если у меня будет возможность снять ну такая была у меня задумка не знаю если получится ну такой как некий парад всех своих вязаных изделий там допустим за год или одно видео там будут скорее всего только слайд если это получится скомпоновать все в одно видео потому что изделий много а так вообще как бы принципе формат видео хотелось бы немножко поменять но я не знаю в каком русле как как бы вам понравилось вы пишите ну я подумаю и посмотрю как будет уместно чтобы это было интересно и вам и удобно мне снимать ну на этом я с вами прощаюсь пишите задавайте вопросы но в рамках приличия конечно я буду стараться отвечать на этом с вами я прощаюсь всем пока до новых встреч до новых видео до новых встреч